Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Ходим назвать ребенка в честь моего деда. Он был хорошим человеком, но сильно болел и умер довольно рано. Не повторит ли наш сын судьбу деда, если будет его имя носить? Отвечаем. Сразу ответить или потомить вас немножко? Давайте потомлю размышлениями на этот счет. Судьба есть или ее нет? Суд, судьба, суд Божий, суд Божий над человеком, совершаемый здесь и сейчас, в повседневности, в начале и в конце его жизни. Ну, разве наш Бог не даровал нам свободу? Разве наш Бог не создал нас по образу своему? Разве не должны мы развить заложенный в нас потенциал и достичь подобия? Божьего, по словам преподобного Иоанна Дамаскина, должны. Разве Бог предопределил нас к погибели или к спасению? То, что Он предвидит, то, что с нами случится, это не значит, что Он предопределило это. Он находится вне времени, вне пространства, вне системы земных координат. Для Него будущее как прошлое. Даже больше, чем прошлое, больше, чем будущее. Потому что это совсем иной модус бытия. И нет никакой судьбы, друзья мои. Христиане не фаталисты. Нет урока никакого. Ничто тебе не предначертано на небесах. Нет то, где ты будешь учиться. Нет то, где ты должен был родиться. Это не предназначена тебе какая-то особая вторая половинка, которую ты должен искать всю жизнь. Четырежды женившись, все никак не найдя. Вот я ищу свою. Это была, значит, не моя. Стоит только кому-то поперек тебе слово сказать. Ой, знаешь, ты не моя половинка. И все, ищу себе другую. Нет, никто тебе не предуготован. Господь просто благословляет твой выбор. Может быть, слегка огорчаясь этому выбору. Но всегда имея возможность направить твои ошибки к благим последствиям. В этом суть промысла Божьего о нас. Не попускает Господь свершиться ничему тому, из чего нельзя было бы извлечь положительный духовный урок. Что не могло было бы не отразиться положительно на загробной участи этой души. Может быть, счастливой в этой землежизне, а может быть, глубоко несчастной. Несповедимой. Пути Господни, но жизнь свою мы определяем самостоятельно. Посеешь мысль, пожнешь слово, пожнешь дело, пожнешь дело, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер, пожнешь судьбу. Но не как то, что тебе предуготовано, детерминировано, а то, что стало неизбежным следствием твоих добрых поступков и твоих грехов. Поэтому назовете вы своего сына, внука в честь бабушки, дедушки, прадедушки, прабабушки, Адама и Евы. Не повторит ваш ребенок судьбу этого человека. Судьба не передадется воздушно-капельным путем, не передается по наследству. Не повторяется ни один отпечаток глаза, сколько бы миллиардов людей не было в мире. Ни один отпечаток пальца не повторяется. Ни один характер, ни одна личность. А что уж говорить им про судьбу? Ну, просто как-то наивно совершенно. Поэтому не бойтесь, называйте ребенка в честь дедушки, в честь родителей. Но вы же придете его крестить, а в русской традиции есть такой интересный момент. Мы называем детей не просто в честь кого называем, бабушки, дедушки или в честь того, чего им тебе понравилось, которое популярно в мультике каком-то или фильме посмотрел. Мы говорим, называем в честь святых, которому ты будешь тебе заменит. Ксению хочешь назвать? Вот Ксения Блаженна будет твоей небесной покровительницей. Матроной? Ну, это Матрона Московская будет покровительницей твоей. Владиславом? Вот Владислав Сербский, твой небесный покровитель. Лазарь? Ну, выбирай там. Или Лазарь Четверодневный, или Лазарь Сербский. С Владимирами? Можешь в честь князя Владимира назвать. Или в честь, допустим, митрополита Владимира, первого митрополита Киевского и первого мученика, нового мученика. За Христа в городе Киеве. Называемся в честь святых. Если ты называешь ребенка тем именем, который, может быть, твой дедушка носил, но нету в святцах, тебе скажут, ну, надо, знаете, крестить каким-нибудь другим, созвучным. Ты, Диана, будешь домной. Или кем хочешь, зеленой. Кем хочешь, тем и назовись. Вот, выбери себе небесную покровительницу. А никого не знаешь? Ну, значит, та святая, или тот святой, чье имя из-за имени-то твоему, и чья память празднуется первым после твоего дня рождения, тот и будет им небесным покровителем. Записывают свидетельство о крещении, и все. Никаких бабушек, никаких дедушек. Были бы они долгожителями, или почили бы рано. Все зависит от другого, от твоей жизни. Знаете, заповедь об учитании родителей? Единственная заповедь Ветхого Завета, который тебе кое-что обещает. А обещает она тебе долголетие. Чти родителей, долголетен будешь. Правильно питайся, занимайся спортом. Не греши, твори добродетель. Стань социально полезным человеком. И долголетним будешь на земле. А все эти глупости, на самом деле, все эти суеверия на жизнь ваших детей никоим образом не влияют. Какими бы совпадениями вас не пугали ваши бабушки, дедушки, соседки и просто знакомые. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok